Девушки отдыхают Блядь Лекси, просыпайся! Лекси, просыпайся! Все больше людей обращаются в больницу с одинаковыми симптомами. Власти вводят ограничительные меры по обеспечению безопасности населения. А, ты опять слушаешь эту чушь? Вообще-то, все не так сказочно. Твоя мама права. И даже больше. Тут много чего недоговаривают. Я хочу даже об этом думать. Делайте, что хотите, и меня в это не втягивайте. Я пошла. Сегодня ты на сутки. Скорее всего, рабочих не хватает. Хорошего дня. И тебе. Беверли попросила тебе передать, чтобы ты осмотрел нового пациента. Привезли сегодня утром. Что с ним произошло? Говорит, что видел мертвеца, но он был под наркотой. Не знаю уже, что это, но не похоже на розыгрыш. Ладно, посмотрим. Итак, значит Харрисон. Харрисон. Харрисон Коллинг. Я все правильно понимаю? Ты был под наркотиками, и тебя сбила машина? Да, это так, но... Неважно. В любом случае, мне придется сообщить об этом полиция. Другое. Я видел трупа, понимаешь? Живого трупа. Поподробней. Это была моя девушка, Лесли. Мы затусили вместе, но... Потом я отключился, а когда уже очнулся, то... То был один. И когда я нашел ее, она была уже мертва, но она... Ты уверен, что это были не глюки? Я говорю вам правду, это не было похоже на глюк. Я бы это понял, но все еще сомневаюсь. Может, вы сможете съездить туда? Пожалуйста. У меня будет обеденный перерыв. И я проверю. Только будьте осторожней. Ты читала, что происходит? Ага. Все сейчас болтают о какой-то там новой, очень опасной болячке. Но я не думаю, что это вообще заслуживает какого-либо обсуждения. Не знаю почему, но мне кажется, что ничем хорошим это не закончится. Знаешь, Саша, последнее, о чем я думаю, так это об этом. У нас на носу выпускной. Лучше подумаешь, что ты наденешь, чтобы тот самый пригласил тебя на танец. Что? Я же помочь хочу. Мои родители сегодня уехали в Атланту к родственникам. Можно я останусь сегодня у тебя? Эм, да, конечно. Почему бы и нет? Привет, Саша, Алекси. Ага. Мы со Стивом устраиваем тусы сегодня вечером. Как вы вообще? Вас ждать? Было бы неплохо. Мне как раз нечем заняться вечером. Да, класс. Окей, скину вам адрес на пчате. Блин, Лекс, пошли. Нам нельзя опаздывать. Итак, класс. Эпидемия – это массовое распространение инфекционного заболевания человека в какой-либо местности в стране. Значительно превышающая обычный уровень заболеваемости. Сегодня мы обсудим. Добрый день, класс. Меня зовут Андрея. В связи с данной непредвидимой эпидемиологической ситуацией, управление приняло экстренное решение обеществлении карантин. Высвобождать занятие на энное количество времени, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности. Спасибо за внимание. Вы свободны. А я говорила. Эй, Даррен, все хорошо с тобой? Заметила, что ты кашляешь. Эх. Да вот, проследился. Ездил в больницу, а там сказали, что якобы все врачи сейчас недоступны. Сказали ехать домой и лечиться самому. Как все безответственно. Если что, Адам завтра утром приедет. Можешь зайти к нам. Лисика, не хочешь к нам зайти? У Эми сегодня день рождения. А из-за этого вируса никто не пришел. Я сейчас занята, но к вечеру забегу к вам. Фу, ну и вонь. Нужно перезвонить. Алло. Привет, ты звонила? Да, хотела сказать тебе, что я приду домой чуть позже. Мы с ребятами решили посидеть после школы. Хорошо. У вас в школе уже уведомили о самоизоляции и мерах предосторожности? Боже, пап, не начинай. Что не начинай? Алексей, пойми и беспокойся о вашем здоровье. Просто пообещай мне, что будешь аккуратна. Да-да, обещаю. Ладно, увидимся. Извините, мы в порядке? Не могу поверить. Ты был прав. Я видел ее. Спасибо, док. Теперь-то я точно уверен, что это были не глюки. Я... Я не понимаю, как это возможно? Она же мертва. Теперь я могу идти? Все еще нет. Я обязан составить протокол. Это будет грандиозно. Давайте потусим так, чтобы завтра вы забыли, как вас зовут. Чувак. Кие-то парни обливались и увезли с тюркан. Не может быть, стоит вызвать им скорую. Блядь, тюрка только началась. Никогда не успели накидаться. Пошли, я сам все решу. Нам не нужно лишних проблем. Что произошло? Просто посмотрите на мою руку и шею. Помогите мне. Мы были на вечеринке. После чего несколько людей начало точнить. Когда мы пришли, они были не в себе. Предупреждали же, нельзя собираться большим количеством. Харви, идем за мной. Вечеринка. Лекция. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. В штате лежали сотни и сотни детей. Паника среди населения вызвана данными в Семьерной организации здравоохранения о неудачном испытании машины. Бюрократы лишились власти. И теперь мы сумеем защитить наши граждане. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Чёрт, как хорошо, что мы не пошли на эту вечеринку. Что? Покажи мне. Истории снапи у Джинни. Там какой-то трэш. Пиздец. Что вообще? Лекси? Лекси, ты дома? Ну да. Фух, я подумал, ты уже пошла на эту вечеринку. Привет, Адам. А почему ты не на работе? Мне пришлось отпроситься. Я испугался за Лекси. Всё хорошо, они с Сашей полдня тут. Ладно, а ты куда? Схожу к Джиллу на пару часов. У её дочери день рождения. Не хочу, чтобы она грустила. Сашей полдня тут. Лекси, ладно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У вас все хорошо? У нас все меньше питания, воду отключили. Знаете, 20 километров от города у моей тети есть домик. Мы должны пойти туда, наверняка там есть хоть какие-то запасы. Субтитры сделал DimaTorzok